Они не виделись с юности, но неловкого молчания в такой компании нет. Объединяет прошлое. Студенческий стройотряд пединститута в 70-х. Парнями они выезжали на работу даже в горную шорию Кемеровской области, но череду объектов после себя оставили на Алтае. Бетонная работа, кладка. Приходилось делать все. В основном мы работали с силозавьяловой. Строили вспомогательную школу. Мы были на Яровом химзаводе. Вот те ребята, которые здесь, вот те ребята, с которыми мы и в общежитии проживали. Вообще это классный вариант, что пригласили, встретились, вспомнили. Махнуло 40 лет. Это не так-то мало. Все 17 взрослых бойцов вступили в новый стройотряд «Старая гвардия», чтобы чаще видеться и пользу городу приносить. К работе приступили сегодня же. На 150 метрах сквера соорудят клумбы с подсветкой, альпийскую горку, навес для растений, проведут обрезку деревьев и установят три больших камня с надписями. Вера, надежда, любовь. И на одном еще будет табличка, где будет гравировка лазерная, название института, либо университета, факультета и название стройотряда. Так увековечат имена создателей сквера. И это будет первым посвященным студенческим отрядам знаком на Алтае. Край, который внес немало в развитие этого молодежного движения. В 1964 году появились первые отряды на Алтае. Говорит о том, что традиции достаточно прочны. И что самое приятное, то что сегодня они получили второе дыхание. И отряды Алтайского края вновь по итогам 2017 года признаны лучшими в стране. Это большая гордость для нас. Ну и как бы объективная оценка тех усилий, которые мы все вместе прикладываем к возрождению этого прекрасного движения. По задумке организаторов, будущая зеленая зона станет популярным местом семейного отдыха. Для малышей даже установят песочницу. Если позволит погода, сквер появится уже на следующей неделе. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.